Здравствуйте! В эфире программа Город С. Меня зовут Евгений Долгих. В ближайшие полчаса разговор на актуальную тему. Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, в прямом смысле слово «горячий» — это старт отопительного сезона в Самаре. Когда батареи в наших квартирах станут теплыми, а может быть уже стали, об этом спросим у нашего гостя. Сегодня это Богдан Корчуганов, заместитель руководителя управления эксплуатацией ЖКХ Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации городского круга Самара. Здравствуйте, Богдан Юрьевич. Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер, уважаемые жители. Напоминаю, телефон прямого эфира 202-11-22. Звоните и задавайте свои вопросы. Но пока же беседу начну я. Богдан Юрьевич, оцените, наверное, степень готовности города к отопительному сезону в общих чертах, чтобы понимать, с чем мы подошли к 1 октября. Добрый вечер, Евгений. И буквально завтра, послезавтра уже будет завершено. Если рассматриваем объекты социально-культурного, то по спорту это 100%, по культуре и образованию тоже 99,8%. То есть у каждой структуры имеется по одному объекту, где, скажем так, вновь были выявлены нарушения. Если рассматривать объекты коммунальной энергетики, то вся тепломеханическая часть собрана и, в принципе, уже началась поставка теплового ресурса на дома. Сейчас завершают работы по благоустройству, по всем ранее произведенным вскрытиям. И, соответственно, уже дан старт отопительного сезона. И объекты, все источники постепенно запускаются. И начинается, пошла процедура подключения жилого фонда к теплоносителю. Ну, вот такие впечатляющие цифры назвали. Вот 99,6%, 100%. Вот чтобы этих цифр достичь, какая работа была за весенний, летний, осенний период проделан? Ну, если говорить про объекты, у нас, получается, было подготовлено 110 квартальных котельных. 910 километров тепловых сетей подготовлено, опрессовано. Из них было переложено более 14 800 километров тепловых сетей. 4,7 километра водопроводных сетей, более 2 километров канализационных сетей, более 35 километров линии электропередач. То есть это кабельные линии и так далее. Соответственно, подготовлены все центральные тепловые пункты. То есть каждый ресурсоснабжающий организация по своему направлению осуществляла подготовку закрепленных за ними объектов. Департамент в данном случае выступает как некий куратор, надсмотрщик этих работ? Безусловно, департамент координирует всю эту работу по окончанию, даже не по окончанию, а еще не дожидаясь окончания топительного сезона, было подготовлено постановление главы города о подготовке хозяйства к зиме, где были учтены все объекты, которые подлежат подготовке. Это все перекладки. Наверное, к большой радости этот перечень в конечном счете увеличился. То есть были добавлены дополнительные объемы перекладок. И удалось в этом году переложить больше километражей, чем рассчитывали, скажем так. И, соответственно, по окончанию утопительного сезона традиционные гидравлические испытания, которые показали, возможно, еще дополнительные слабые места. После чего хозяйство планомерно перешло в подготовительную стадию. Начались плановые перекладки сетей, начались аварийно-восстановительные работы на сетях, которые не были предусмотрены. И на некоторых сетях были дополнительно приняты решения о замене таких участков. То есть план все время корректируется? Есть первоначальный план основной, от которого мы отталкиваемся. Все остальные дополнения могут только дополнять этот план, но ни в коей мере не уменьшать его. Поэтому были такие моменты, что происходили увеличением этого плана, но никак не уменьшением. Наверное, и поставщики тепла действуют в соответствии с какой-то программой долгосрочной по перекладке сетей тех же? В любом случае, любая организация имеет свои производственные программы. И в соответствии с этими программами они их планируют и подают на регулирование. Ну, исходя из финансовых возможностей тоже? Безусловно, потому что эти денежные средства планируются в тарифе на тот или иной вид энергии, то есть тепловая, электроэнергия и так далее. И, соответственно, эти объемы, они обязательны к исполнению. — А Богдан Юрьевич, спрошу о том, что не успели сделать, что планировали и где-то вмешались какие-то факторы, ну, форс-мажорные. — Ну, я, наверное, в самом начале сказал, что вот форс-мажорно получилось, что 16 многоквартирных домов не успели своевременно подготовить по причине того, что в домах запланирован капитальный ремонт системы отопления домов целиком. Это работы в основном проводили рекоператор, но они уже, в принципе, то есть на сегодняшний день должны быть завершены, завтра мы это проконтролируем. И, соответственно, также дома эти будут подключаться. — А вот в части самой перекладки сети, вот нам зрители сообщали, вот беспокоит, допустим, участок Новый вокзальный, где была до недавнего времени раскопана земля, и там перекладка шла? — Там перекладка действительно шла, она завершена, сама перекладка, то есть я говорю о том, что тепловая часть вся собрана, и теплоноситель уже по этим трубам пошел к нашим дорогим зрителям. Сейчас на этом участке завершится благоустройство, я думаю, где-то до середины октября эта работа будет завершена, и те неудобства, которые доставлялись нашим жителям, будут устранены. — Ну тогда вот чуть-чуть опережая план нашей беседы, задам вопрос, который тоже от зрителей поступил. Вот если человек, условно говоря, видит, что при восстановлении территории после работы, ну, условно говоря, рабочие несколько халатно поступили, что-то не доделали, в таком случае куда ему идти жаловаться? — Ну, безусловно, первое, куда ему обращаться, это муниципальные предприятия ГАТИ, то есть любой ресурсник, который производит земляные работы, он получает ордер на производство, так называемое разрешение на производство земляных работ. И говорить о том, что что-то недоделано, в любом случае комиссия принимает уровень заделки, скажем, благоустройства, на каком оно уровне восстановлено. И, безусловно, комиссия, она требует, чтобы было не то, что в первоначальный вид, а в надлежащий вид восстановлено, и это регламентируется постановлением главы города. А если есть какие-то замечания, пожалуйста, можно обращаться в территориальную администрацию, можно в муниципальные предприятия ГАТИ обратиться, сказать, что вот есть такой факт, как бы, где дадут вразумительный ответ, что закончены, не закончены. Работы и так далее. Вот вы чуть ранее говорили о том, ну, о некоторых адресах, где, ну, в силу объективных причин не успели доделать работы. И вот есть ли у департамента какие-то рычаги воздействия, ну, на случай форс-мажора на те, либо управляющие компании, либо ТСЖ, либо просто юридические организации, которые не в срок и некачественно сделали работы? Что, условно говоря, какие санкции с вашей стороны могут быть? В первую очередь, если организации ненадлежащим образом выполнили подготовку, организация не получит паспорт готовности. То есть это, как бы, одно из основных условий, что у организации должны быть подготовлены все их объекты. То есть я сейчас говорю и про управляющие компании, и про ТСЖ, и про ресурсоснабжающие организации. То есть у нас в городе, в соответствии с постановлением главы, существует ряд межведомственных комиссий. Если рассматриваем жилой фонд, то это обязательно с участием ресурсоснабжающих организаций, с участием представителей государственной жилищной инспекции. Если мы говорим о ресурсоснабжающих организациях, теплоснабжающих или теплосетевых организациях, то это, безусловно, с участием представителей федеральной службы по атомному, или как мы в простонародье привыкли называть, Ростехнадзор ее. И, соответственно, все эти организации, они, ну, во-первых, в период подготовки все объекты контролируются. То есть у нас в департаменте проходят выездные штабы. Все объекты практически объезжаются, смотрятся, как ведутся перекладки, какие есть недостатки, чтобы и устранялись. Это бывают случаи нарушения ограждений, там, и нарушения культуры производства работы. Естественно, на это сразу акцентируется внимание и привлекается и к административной ответственности, штрафы налагаются. И, соответственно, конечным итогом у каждой организации у города это паспорт готовности. То есть если организация ненадлежащим образом подготовила свои объекты, они не получат паспорт готовности. И тем самым будут продолжать устранять замечания до тех пор, пока их не устранят. Ну, понятно, вы наблюдаете. А вот относительно самих жителей, насколько активны они? Насколько требуют качественные услуги, своевременного подключения отопления? Ну, начнем с того, что отопление подключается с момента начала подачи или выхода постановления главы города или принятия собственниками решения о начале отопительного сезона. То, что жители у нас даже не инициативно следят, к нам в департамент поступает обращение, что там ресурсник некачественный, там, естественно, мы тут же стараемся реагировать и как-то принимать свои временные меры и адекватно реагировать на обращения жителей. И то, что жители... Я противно спросил. ...не безразлично относятся к тому, где они живут и что их окружает. Это, наверное, прекрасный факт, что люди инициативны, им не безразлична судьба города и самих себя прежде всего. — 202-11-22, прямой телефон студии. Звоните и задавайте свои вопросы. Богдан Юрьевич, ну, задам вопрос касательно новостроек. Вот, как известно, многие новые дома, сданные два года назад, да и пять лет назад, имеют собственные котельные. Может быть, они на вашем языке, как называть, может, типовые пункты, не знаю. Но вопрос в чем? Кто принимает решение отдать старт вот в таком доме? — Я уже вот ранее затронул этот вопрос. Если данная котельная является общедомовым имуществом, то надо понимать, что у нас все, что касаемо дома, это считается общедомовым имуществом. И все решения принимают собственники. Если собственники это решение не приняли, то тогда выходит, когда постановление главы города о начале отопительного сезона, эти котельные также должны быть, то есть они могут быть раньше запущены по решению собственников, но не позже даты постановления. — Я к тому, что для кого-то и плюс 15 уже холодно требует отопления. — У нас существуют нормативы, которые должны соблюдаться, и поэтому холодно-жарко — это такие относительные понятия, которые, наверное, нельзя характеризовать. — Скажите, пожалуйста, кто контролирует техническое состояние данных котельных и насколько они могут быть проблемными? Хотя понятно, что оборудование по большей части новое. Но тем не менее, надо же следить, чтобы мы правильно пользовались. Это все управляющая компания? — Это, безусловно, управляющая компания или товарищи собственников жилья. Если мы говорим о том, что входит в состав общедомового имущества, они в любом случае обязаны нанять специализированную организацию, которая будет осуществлять обслуживание и эксплуатацию данной крышной котельной. Это, как правило, зачастую крышные котельные, то, о чем мы сказали. И, соответственно, контролировать. А принимать решение о замене какого-то оборудования — это уже должны собственники с общим собранием. — По опыту прошлых лет, какие-то были действительно с ними неполадки? Либо таких случаев не зафиксировано? — Был один случай, наверное. Но там из-за того, что дом вводился чуть позже в эксплуатацию, это на улице Мичурин был такой адрес. — Наверное, просто с подключением. — Ну да, то есть из-за того, что он чуть позже вводился, разрешение было получено, и там запуск происходил. Но, в принципе, как правило, по таким домам собственники все-таки принимают решение, когда становится дискомфортнее запускать сапфа раньше. — Ну вот вопрос от жителей Самары касательно оплаты отопления вот в подобном доме. Если котельная работает на газу, то есть он платит, человек спрашивает, платит за потребленный домом газ, то есть вся сумма поровну раскидывается на жильцов, и за техобслуживание оборудования, и все. Из чего складывается его платеж, грубо говоря? — Ну, по большому счету, раз это общедомовое имущество, значит, его платеж будет складываться из затрат на это имущество. То есть, соответственно, это газ, это работа по обслуживанию специализированной организации. — Так, и, соответственно, вопрос по графикам платежей. Вот в таком случае сколько, условно говоря, целый год он оплачивает отопление, либо по факту получения услуги? — Здесь получается, если тот случай, который вы задали вопрос, получается по факту получения услуги, да. Так как собственники решили так, и они оплачивают фактически затраты свои. — 202.11.22. Вот вопрос от зрительницы Татьяны Михайловны. Компания Коммунэнерго, брусчатый переулок, дом 14, квартира 57. Каждый год отключают горячую воду на месяц примерно, и сейчас вторую неделю нет горячей воды. Долгов в доме нет, сообщает Татьяна Михайловна. Ну, это такой сигнал с адреса. — Мы знаем этот адрес, сейчас по нему разбираемся с данной организацией. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Имело место быть по данной организации в летний период, они были привлечены к административной ответственности, и проводится проверка управления федеральной демонопольной службы по данной организации. То есть она еще не завершена. И я думаю, в ближайшее время этот вопрос разрешится. — Административная ответственность — это штраф? — Да. — Ну, денежный. — Конечно. — Понятно. Так, еще один вопрос. Управляющая компания «Васка» юных пионеров 146. Во втором подъезде нет горячей воды уже пять дней. Вот сейчас далее. Соответственно, вопрос от телезрителя. Как нам платить? Можете прокомментировать. — Как вам платить? Вопрос, если все, что мы рассматриваем в разрезе недопоставок, если потребитель недополучил какой-то коммунальный ресурс, любой перерасчет носит заявительный характер. Соответственно, чтобы сделать этот заявительный характер, необходимо предоставить документы. Документы начала недопоставки и завершения, скажем так. И чтобы они регламентировали период, за какой период потребителю должны сделать перерасчет. Это, в принципе, все досконально расписано. В 354-м постановлении, там целый раздел 10-й, по-моему, посвящен вот этому. То есть, какие документы, в какой последовательности необходимо подавать. И как я сказал, это носит заявительный характер. Необходимо обращаться с заявлением, с перерасчетом. Скажите, пожалуйста, это сроки подачи лучше по горячим следам, что называется, действовать, чтобы не выпускать? Конечно, желательно это подавать сразу, не откладывать в какой-то далекий ящик. Чем через полгода будет пересчитывать? Да, безусловно. Так, ну вот до вопроса телезрителей. Мы обсуждали вопрос оплаты отопления. Вот у меня еще один вопрос. Как оплачивают отопление те, кто получает теплоцентральную систему отопления, чтобы вот раз и навсегда этот вопрос снять, чтобы зрители знали, больше не задавали? У них какой грамот? У нас жители оплачивают в течение календарного года равными долями. То есть отопление жители получают 7 месяцев в году, а весь объем вот этот годовой, он делится равными долями, и в течение всего календарного года потребитель оплачивает. Соответственно, тариф установлен? Тариф, безусловно, и как я начал уже, что любая ресурсоснабжающая организация, тем более теплоснабжающая организация, она тарифицируется в обязательном порядке. Исходя из тарифов и нормы потребления, происходит начисление и происходит оплата. Спасибо. 202.11.22. Телезрители продолжают звонить. Управляющая компания «Альтернатива» Новосадовая 173. В третьем подъезде не топит батарея, как положено, а счета выставляют, как положено. Куда обратиться, какие надзорные органы есть, куда написать жалобу «Дмитрий, телефон прилагается». Ну, вот здесь вопрос, да, не квартира, а именно тоже общедомовое имущество. Общедомовое имущество. Чтобы понимать, любой вопрос, касаемый ненадлежащей работы управляющей компанией, там, ТСЖ, это вопрос, в первую очередь, государственной жилищной инспекции, если вы не находите общий язык с данной компанией. И у нас в департаменте создана с прошлого года структура управления муниципального жилищного контроля. То есть, пожалуйста, давайте обращение. Телефон можно узнать на сайте? Да, на сайте департамента. Там и структура департамента, есть и телефон, пожалуйста. Все контактные данные указаны. Да. Но вот я немного уточню этот вопрос. Вот человек указывает на то, что батареи топят не как положено. Вот вы объясните, пожалуйста, как положено. Это тоже такие эмпирические ощущения? Это крайне эмпирические ощущения. У нас, в первую очередь, если мы берем, рассматриваем жилые помещения, существуют нормы, и они указаны в 354-м постановлении. То есть, это температура в жилом помещении не менее 18 градусов, угловая квартира не менее 20. Превышение допускается на 4 градуса. То есть, температура в жилом помещении должна быть от 18 до 22 градусов, или угловая от 20 до 24. Если берем другие помещения, существуют также данные нормативы, и вот надо по ним смотреть. А хорошо, нехорошо, это как-то не до конца понятно. А если у человека щели в окнах, это уже его проблема? Безусловно. Безусловно. Гражданин каждый должен принять меры к подготовке своего жилища. То есть, если мы берем общедомовое имущество, там, крыши, подвалы, разлива там... В подъезд, может быть, окно выбито, да. В подъезд это задача управляющей компании. А вот если у самого гражданина в квартире, это уже обязанность гражданина. Еще один сигнал от жителей с просьбой о помощи. УК «Коммунэнерго» нет горячей воды. Второй месяц. Южный проект 224, Любовь Васильевна. Тоже все контакты прилагаются. Как нам быть и что нам делать? Ну, по предыдущему адресу «Коммунэнерго» я уже сказал, по данной организации сейчас вопрос решается. Я думаю, в ближайшее время он будет решен. То есть, вплоть до самых серьезных санкций? Вплоть до самых серьезных. Еще один адрес зачитаю. У Карла Маркса 350. У нас не дали отопление, Раиса. Телефон указан. Но отопительный сезон только начался. Отопительный сезон у нас в городе стартовал, уважаемые жители, с 29-го числа. Сейчас идет планомерное подключение домов. Если в вашем доме нет отопления, обращайтесь в свою управляющую компанию, которая сможет более детально пояснить. И с 8 октября у нас начнет работать традиционно горячие линии. Это у нас и в департаменте ЖКХ, и в территориальных администрациях, и в управляющих компаниях будут созданы телефоны горячих линий. То есть, сейчас мы, скажем так, учет ведем по домам. Дальше мы переходим на работу по квартирам, по стоякам. Соответственно, если не сможете добиться правды у своих управляющих компаний, пожалуйста, телефоны будут опубликованы в средствах массовой информации и на сайте департамента. Пожалуйста, звоните. Будем разбираться по каждому случаю. Тут, наверное, надо понимать, что звонки от жителей всегда были, есть и будут. Безусловно. Вот даже если мы говорим о цифрах, что отопительный сезон стартовал, если мы берем сегодняшнее утро, у нас было подключено 2900 домов. Сейчас на вечер уже 3670 домов. И, в принципе, это подключение, оно идет практически ежечасно. Эти цифры меняются и дома подключаются. Где-то, возможно, более сложные вопросы, потому что это вопросы циркуляции. Это достаточно сложный процесс, который единовременно и ежесекундно его решить нельзя. Богдан Юрьевич, вы в самом начале нашли беседы тоже довольно-таки высокую степень готовности к отопительному сезону дали социальным объектам. Все-таки спрошу поподробнее. Какие проблемы, в принципе, возникают в больницах, в школах, в детских садах по опыту прошлых лет? Понятно, готовность есть, но... Болевые точки. Болевые точки. Болевыми точками всегда вылазят порывы на инженерных сетях и коммуникациях. То есть, вот я тоже сказал, что там один объект образования не готов. То есть, его стали повторно опрессовать, вылез порыв. Поэтому, честно, смотрим правде в глаза, что да, есть такой момент, что эта школа не готова. Сейчас, в принципе, департамент образования провел достаточно хорошую плодотворную работу. Очень много сетей тепловых водов они инженерных коммуникаций поменяли на своих подконтрольных объектах. Ну, вот единственный один объект. Сейчас эти объекты и, скажем, всем ресурсоснабжающим организациям основной акцент со стороны города это в первую очередь подключить всю социалку. чтобы наши с вами дети, родители, лечебные учреждения, чтобы они в первую очередь получили тепло. Потому что почти треть, то и половину дня дети, люди проводят в этих местах. Еще одно сообщение от телезрительницы Ольги Николаевны. Вам зачитаю. Полотенце-сушители холодные, еле теплая батарея, старая Загора 283, управляющая компания ВАСКО, ЖУ-35, крыша течет, тоже отписки, никаких действий, как нам быть. Тоже предмет разбирательства и жилищной инспекции? Ну, адрес мы, безусловно, возьмем. После передачи ваш адрес постараем разобраться. Что касаемо отопления, это, наверное, не только Ольги Николаевны касается, а сейчас, в принципе, для всех жителей, чтобы они понимали, что сейчас тепловые сети, источники набирают температуру. То есть, представляете, 910 километров сети, и единоминутно они не наберут эту температуру. Поэтому сейчас говорить о том, наверное, рановато подводить итог, что это там ненадлежащее, идет подключение, одним словом. Если через некоторое время у вас ситуация, Ольга Николаевна, не изменится, тогда, безусловно, пожалуйста, обращайтесь, будем разбираться. А по поводу крыши возьмем на контроль после передачи ваш адрес. Чуть ранее, да, мы говорили о сетях. Меня вот как обывателя интересует вопрос. Вот если происходит порыва, то при перекладке сетей сейчас какие-то новые технологии применяются, условно говоря, чтобы, ну, я не знаю, банальный пример, допустим, монтажники, система отопления монтирует уже из полипропилена. Ну, я имею в виду в квартирах. Вот здесь какие новые технологии осваиваются? Вы имеете в виду сети городские, но не внутридумовые. Если говорить о городских сетях, да, безусловно, новые технологии применяются. Надо только понимать, где. Безусловно, там широко сейчас применяются, вот там, полимерные материалы, композитные материалы. Ну, это уровень применения, скажем, водопроводных сетей, канализационных сетей. Тепловые источники из-за своей работы, а работают они на температурном режиме 150 градусов, то есть, безусловно, как была сталь, так сталь и осталась, потому что применение других на магистральных сетях невозможно. В домах, да, безусловно, это возможно, потому что в домах существуют узлы смешивания, так называемые элеваторные узлы, которые режим там 150, 110, 105 на 70, они переводят в 95. А если вы посмотрите любые материалы, на них на всех написано до 95 градусов. Так, ну, у нас остается минута эфирного времени. Успею зачитать сообщение от Натальи, которую тоже возьмем на контроль. Южный правительство 226, 4 августа нет воды горячей. Когда будет горячая вода, нам никто ничего не говорит, в квартирах холодно, а так дом платят за все. Ну, мы обязательно вам эту информацию и контакуем. Конечно, безусловно, я все адреса возьму после передачи и постараемся разобраться в кратчайшие сроки. Ну что ж, Богдан Юрьевич, большое спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Будем держать руку на пульсе, чтобы тепло пришло вовремя. И ко всем всего вам доброго, до свидания. Спасибо, всего хорошего, до свидания. А это была программа «Город ТЭС». Увидимся, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин